Продолжение следует... Я так не думаю. Я думаю, что система высшего образования не учит работать, она дает специализацию, но есть отношение к работе. Отношение к работе, ответственность, чувство к этому, что ты делаешь. Работа – это что? Вообще, вы никогда не задумывались, что по-русски слово «работа» имеет качественное слово «рак»? Никогда, так сказать, как-то не задумывались над этим? В отличие от «труда». Ой! Значит, если это радство, тогда, конечно, кто хочет? И по-моему, советское время будет такое выражение. Они делают, что они нам платят, а мы делаем, что мы работаем. Это, на самом деле, никакого отношения к мышлому образованию не имеет. Это имеет отношение к воспитанию. Вот есть, например, у шведов, есть такое слово, называется «дюхтик». Вот я спрашиваю, шведов, что такое «тюхтик»? Ну, и «тюхтик» – это то, без чего мы не можем существовать. Я говорю, хорошо, а что это значит? Это значит, что ты делаешь свою работу как можно более лучше, точно и правильно. Если ты не «тюхтик», то ты не швед. Значит, это… Причем тут еще учебные заведения? Там тюхтик, там тюхтик, там тюхтик. А вот учит тебя общество, твои родители и в школе, конечно. Отношение к тому, что такое вот эта вот самая работа. И, опять-таки, с этим у нас, конечно же, проблемы. Конечно, что… И, конечно, во время советского периода, когда был лозунг отказывал по возможности, по возможности, каждому по труду. Замечательный лозунг, но он же абсолютно не выполнялся. Во-первых, не все было за каждого по возможности, и, конечно же, не платили к другому по труду. То есть, старали идею, а потом убеждались в том, что эта идея вранью. А как после этого работать? Работали, конечно, люди, влюбленные в свою работу. Но в общем, и в саду, конечно, нет. В этом проблема, а никто никакой обещал. Такой вопрос, нет, хорошо. Продолжение следует. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА